Я хочу, чтобы моя презентация была интерактивной, и я хочу, чтобы вы со мной общались. Итак, когда я ехал сюда, я думал, что я собираюсь сказать людям, которые также участвуют в Индустриальной революции 4.0. Я должен предоставить определенную информацию, и я понимаю, что Россия прошла уже через сложный период, и мы говорим о сложностях также и на Западе. Мы попытаемся собрать вместе саму профессиональную деятельность и соединить ее с миром предпринимательства. Мы поговорим о том, как мы можем объединить их вместе, и как мы можем создать среду, где мы все сможем развиваться в нашем мире, который не так уж и стабилен сейчас. Да, это будет сложно, но нам сложно представить стабильность и нестабильность в одном мире, но это то, что происходит сейчас. Видите ли, я и сам-то на самом деле немножко такой. Здесь мы будем говорить об операционном превосходстве и страсти к стартапам для создания предпринимательских проектов. Мы будем говорить о предпринимательстве в крупных организациях, о изменении системы мышления, о том, как должны думать предприниматели, и как они функционируют внутри больших организаций. Итак, давайте поговорим об операционном превосходстве. Это помогает нам создавать работу в очень конкретной сфере, и это действительно конкурентное преимущество. И я хочу поговорить о некоторых конкретных терминах. Это, например, интегрированное управление цепочкой поставок, планирование ресурсов, как вы планируете распределять свои ресурсы внутри своей компании, внутри производства. Также хочу поговорить о шести сигмах, всех аспектах политического контроля финальной продукции. Также хочу поговорить о том, как вы общаетесь со своими клиентами, как выстраиваете уровень взаимоотношения, как ищете новых клиентов. И это конкурентное преимущество, но также это в то же время является и сырьем. Позвольте мне объяснить, в мире, где торговля сырьем так широко распространена, люди будут крайне заинтересованы в покупке и распространении этого сырья, и сырье крайне находится в тесной взаимосвязи с ценой, и в конце концов на свете всех действительно интересует цена. И когда мы говорим о сырье и об определении цены, получается, что выигрывает тот, кто предложит самую низкую цену, но это не всегда правильно. И я понимаю, что все здесь знают об интегрированном управлении цепочкой поставок, и все прекрасно знают об упланировании ресурсов, все мы знаем о планировании политики. Но нам самое главное пытаться опередить кого-то, но в то же время мы находимся в постоянном соревновании, и нам нужно постоянно как-то выделиться из этого соревнования и стать победителем. И в итоге это стало чем-то, что действительно требуется, нам нужно продолжать постоянно это делать, но больше этого недостаточно, нам больше этого недостаточно, чтобы выделяться от наших конкурентов. Поэтому нам нужно что-то еще, чтобы их обойти. И вот тут-то нам приходится выйти за рамки сырья, и я хочу поговорить с вами немного об инновациях, о новаторстве, о том, насколько мы можем интегрировать различные идеи в сферы нашей работы, чтобы стать более конкурентоспособными в производстве. Я приведу вам несколько примеров, которые у нас есть на Западе. Итак, кто помнит Кодак? Да, все мы помним Кодак. Но разве они сейчас также широко распространены на рынке? Разве? Они ведь теперь работают с цифровыми камерами, совсем с другой продукцией. Они изобрели первую цифровую мегапиксельную камеру, которая предоставляет высокое качество фотографии. А затем у них было потрясающее качество фотографии в цифровом варианте. И у них есть сейчас профессиональное съемочное оборудование. И Офото – это был стартап, который запустил Кодак, который позволял вам загружать фотографии в интернет и печатать их прямо дома и делиться с друзьями. Кто-то помнит это? И, конечно, это, можно сказать, что это был предшественник Инстаграма, который сейчас так распространял. Но Кодак обанкротился в том же месяце, когда им удалось продать Офото только 25 миллионам. Они продали его за 25 миллионов, а Инстаграм был продан Фейсбуку за миллиард. Кодак на 10 лет определил свое время. Но из-за того, что они настолько привыкли действовать только в одном направлении, они не смогли разглядеть изменения в рынке и то, куда все на самом деле направлялось. И они могли изменить индустрию с точки зрения преимущества производства, операционного превосходства. Они были на первом месте, они были очень хороши в том, что они делали. Но рынку этого больше не было нужно. И рынку нужно было что-то более эффективное, что-то новое. И то же самое мы видим, например, с компанией Nokia. Ну что, кто помнит самую старую Nokia? Я вот ее помню. И мы больше не используем такие телефоны, с которыми Nokia начала работать в самом начале. Они просто больше не востребованы на рынке. И это не просто операционное превосходство. Операционное превосходство – это не всегда инновации. Итак, как же нам стоит действовать? Нам необходимо сочетать преимущества предпринимателей и крупных корпораций. И если нам получится это сделать, то тогда у нас будет действительно очень сильное направление. В чем же заключается преимущество предпринимателей? Раньше мы это называли ранней эффективностью капитала. Мы, например, даем деньги стартап и даем им возможность развивать инновации. И это невероятно эффективно. Я сам лично инвестировал в стартап, и мы вместе собрали 6 миллионов и продали потом этот стартап Интелу за миллион. Итак, мы вложили 6 миллионов, получили миллиард назад. И я считаю, что это достаточно эффективно и инновационно. Важно быть креативными, важно иметь гибкость мышления, важно мотивировать людей, и мотивация крайне необходима для того, чтобы работать в стартапе. Необходимо тестировать технологии, необходимо проводить тестирование рынка, и это также привносит серьезную эффективность в работу. И это позволяет нам сделать работу, в принципе, более эффективной во всей организации. Итак, к сожалению, стартапы не эффективны во всем, что они делают. Они очень эффективны в начале. И действительно, в начале инвестиций – это здорово. Но как только продукция готова, как только мы протестировали рынок, мы сразу же продали стартап Интелу. Почему же мы сразу так поступили? Потому что мы понимали, что придется адаптировать технологии к рынку. И все здесь прекрасно слышали об Интеле. Сомневаюсь, что кто-то слышал о названии нашего стартапа. У бренда Intel есть потрясающая репутация. Вы ей доверяете. И вы понимаете, что продукцию Intel можно покупать. И Intel, к сожалению, становится эффективным только с уже проработанными стартапами. Но у них есть другие преимущества. Они сильны в продажах, в маркетинге. У них есть бренд, которому вы доверяете. Они знают, как прорабатывать вопросы дистрибуции. И когда мы говорим о рынке в целом, мы понимаем, что гораздо проще продать что-то через Intel. чем разбираться с этим самостоятельно. И получается, нам необходима огромная команда по продажам, которая будет этим заниматься. И Lemoptics, так назывался наш стартап, для него как раз-таки была необходима такая база. Поэтому стартапы крайне эффективны, но не всегда. Они эффективны в начале, но как только вы достаточно проработали продукт, и он у вас протестирован, и его можно запускать на рынок, то дальше рост и разработка его на рынке уже ложатся на плечи крупных корпораций. Потому что стартапы, это, как правило, очень маленькие организации, и у них нет бренда, у них нет опыта в маркетинге, нет опыта в продажах. У них просто есть идея, которую они могут развить. И это показывает то, что нет идеальной модели для объединения их вместе. Нам, с одной стороны, нужно разработать продукт, а с другой стороны, его запустить. Но если мы сможем объединить эти два процесса, как, например, объединить стартапы с корпорациями, и тогда у нас будет настоящий взрывной проект. И, кстати, я считаю, что ковид – это огромная возможность для нас всех, для того, чтобы начинать разработку подобных проектов, потому что вскоре нам предстоит столкнуться с усилением разработки технологий. Я понимаю, что люди очень сильно пострадали от ковида, и меня это очень расстраивает, я понимаю. Не воспринимайте меня неправильно. Но ковид – это в то же время и инструмент, который позволит нам адаптироваться к миру и стать сильнее. И те уроки, которые нам предподнёс ковид – это хорошая практика для нашего будущего. Итак, стартапы очень хороши в том, что нам предстоит делать в мире, который так быстро изменяется, и крупные организации хороши в том, чтобы взять готовую идею и сделать её масштабнее, вывести её на рынок. А сложность-то заключается в том, чтобы найти людей и организации, которые будут готовы играть на обеих сторонах этого процесса, которые будут исполнять обе роли. И даже больше нам необходимо найти, даже ещё сложнее найти организацию, которая будет хороша и в том, и в том. И именно поэтому нам нужно тестировать новые вещи. Итак, они действительно очень хороши в том, чтобы тестировать. Однако со временем ноу-хау теряется. И если мы говорим об организации, которая становится действительно очень организованной, каждая организация, которая была успешна в нашем мире, в самом начале знала, как справляться с рисками, как справиться со сложными ситуациями. Я живу в Швейцарии, где я сейчас живу. Компании, которые занимаются транспортом, считаются очень консервативными. И представляете, они строят все эти сложные дорожные системы через горы. И всё это очень рискованно. Потому что вначале у нас не было никаких технологий. Нам нужно было как-то побурить гору, чтобы проложить эту дорогу. Нужны были люди, которые будут это делать. И сейчас на эти компании смотрят, как будто они консерваторы. И сейчас я говорю не о том, как принимать на себя риск, а о том, чтобы предпринимать что-то новое, что никто до вас прежде не делал. Потому что все компании, которые сейчас успешны, знали, как взяться за это новое. Они осваивали электричество, осваивали газовые технологии, осваивали технологии бурения нефти. Ведь не всегда были те технологии, которыми мы пользуемся сейчас. Это всего лишь другой пример. И те компании, которые не могут справляться с рисками, не смогут адаптироваться сейчас к ситуации на рынке. Итак, как же мы можем объединить ноу-хау, которым пользуются стартапы, и преимуществами больших организаций? Что я наблюдаю на протяжении нескольких лет, есть несколько способов, с помощью которых мы можем добиться успеха. В первую очередь, необходимо воссоздать в рамках своей компании собственные инновации, дух предпринимательства, дух инноваций. Далее, после того, как это уже вошло в процесс, что мы делаем? Мы переходим к слияниям и поглощениям. То есть это воссоединение с компаниями, которые являются акулами бизнеса, и таким способом мы участвуем в менее рискованных инвестициях. Все эти инвестиции связаны друг с другом, и таким образом мы знаем или думаем, что знаем, что случится после этого, потому что в среднем то, что мы предполагаем, в итоге оказывает совершенно чем-то другим. И в особенности это релевантно для культурных различий, поэтому итоговый результат может быть ниже, чем тот, что мы ожидаем. Когда мы попробовали пройти через слияние и поглощение, мы иногда можем перейти к корпоративному венчурному делу. Это также тип инвестиций, которые будут гораздо ниже, от 10 до 100 миллионов. Это более рискованные инвестиции, потому что рынок еще не изведан, еще не протестирован. Это как, например, покупка Intel нашего стартапа за 100 миллионов. Итак, рынок уже существует. Мы уже прошли через это тестирование, мы получили определенные деньги от этого. И здесь, в этот момент, когда Intel покупает нашу компанию, это уже означает, что они покупают технологию, которая была значительно протестирована, и они знают, что они могут вывести эту технологию посредством своего бренда, своего маркетинга и других преимуществ. Они могут принести наши технологии на рынок. Мы можем попробовать и это. Это достаточно дешево, но очень рискованно. То есть мы получаем меньшую цену, мы получаем меньший риск. И последний шаг – это предпринимательство и открытые инновации. Это инновации со стороны других компаний и их интеграция в нашу среду. И здесь, конечно же, опять-таки, цена ниже, но и технологии не были еще протестированы. Рынок еще не готов. И для того, чтобы закончить работу над технологиями и перейти на рынок, еще остается несколько шагов. И сейчас в чем состоит проблема? Кто занимается разработкой и инновациями? Я был долгое время в этой позиции. Если вы попытаетесь ввести эту модель, если мы перейдем к инновациям, не всегда получаем поддержку, потому что прежде подразумевалось, что мы ведем собственные инновации, и от других мы можем услышать, что мы еще недостаточно хороши для этого, мы недостаточно конкурентоспособны. И таким образом я хочу представить здесь модель. Мы объединили все лучшее из двух этих миров. Мы ввели элемент исследования и развития. И что мы можем сделать? Мы можем взять собственные инновации и создать петлю обратной связи и соединить стартапы и уже устоявшиеся компаниями. И таким образом это сокращает нужду в дополнительном капитале. И таким образом это дает больше идей, больше силы для команды, которая занимается собственными инновациями. Мы используем технологии стартапов, которые дают нам уверенность в том, что мы все это сделаем. Когда мы получаем эту петлю, мы получаем больше пользы, мы получаем больше средств. И мы можем работать в обе стороны, от стартапов к устоявшимся компаниям и наоборот. И собственные инновации также лучше нами контролируются, поскольку они собственные. Итак, это та модель, которую я хочу предоставить на следующих слайдах. Мы вновь даем... За последние годы, за то время, сколько я провел семинаров по этой теме, я пытался проанализировать, что это может дать индивидуальным предпринимателям, компаниям, командам. Я попытался выделить сильные и слабые стороны каждого из этих четырех шагов. И этот материал вы получите позже. Вам дадут копии, которые вы сможете унести с собой. И вы сможете обязательно использовать это в своих собственных компаниях. И вы сможете сами описать свои плюсы и минусы, слабые и сильные стороны. И поймете, как реализовывать внутренние инновации, какой у вас собственный венчурный капитал, насколько вы сильны. Я не буду конкретно останавливаться на каждом моменте, потому что этот материал у вас будет. Но я советую вам соотнести эти сильные и слабые стороны со своей собственной компанией и подумать о том, как это может способствовать вашему росту в будущем. Итак, посмотрите на слайд. Он в той, это сделано специально. На этом листе вы можете внести информацию о своей компании, ваши сильные и слабые стороны. Можете сравнить с предыдущим слайдом, можете сравнить сильные и слабые стороны, заполнить колонки и даже самостоятельно оценить свою компанию и проанализировать, в чем вы сильны на данный момент и что вы хотите изменить и улучшить в будущем. Куда вы хотите попасть, кем вы хотите стать и как вы хотите развивать вашу компанию в будущем. И это такой диагностический инструмент, и я рекомендую вам сделать это с вашей компанией. Для того, чтобы ускорять инновации, за последние годы я серьезно наблюдал за тремя подходами, которые помогут нам быстрее это развить. Неотъемлемая часть таких подходов это предприниматели, это, конечно же, внешние стартапы, о которых мы уже говорили, и третья часть это университетские лаборатории. Вы должны работать с университетами, чтобы получить доступ к их технологиям, к их новым разработкам и знать, как вывести это на рынок. И это те части инноваций, которые вам нужны. Но выход инноваций, то, что мы получаем, это не всегда новая продукция. То, что мы получаем в результате инноваций, это, во-первых, человеческие вложения, новое мышление, новое состояние мышления. Это позволяет людям быстрее адаптироваться к изменяющейся среде. И это то, чего в свое время не понял Кодак, и почему им не удалось сделать то, что удалось сделать Инстаграму. Они не изменили мышление, они не смогли измениться так же быстро, как менялся мир, они не смогли этого почувствовать. Они знали, что нужно было рынку, но не знали, насколько быстро это нужно развивать и как все в итоге изменится. Поэтому люди это крайне важный выход инноваций, который мы получаем. И новое мышление это крайне для нас важно. Также в результате инноваций мы получаем стратегические вложения, новые линейки продуктов. Мы получаем новые продукты, которые разрабатываются в результате нового мышления. И так же вы, конечно, получаете финансовые вложения, вы получаете доход, вы становитесь более прибыльной компанией. на следующем слайде. я хочу показать методологию особого порядка, в котором я рекомендую это делать. После того, как компании приходят ко мне и говорят, о, пожалуйста, познакомьте нас со стартапами, пожалуйста, расскажите нам, как добиться определенных инноваций. Но пока компания сама не готова в плане мышления соединиться со стартапами и работать с ними, то тогда эта кооперация не сработает. И стартапы, они ведь существуют в своем собственном мире. Они быстрее, они эффективнее, они развиваются быстрее. А крупные организации по своему определению стараются оставаться стабильными и стараются контролировать все изменения. Поэтому, если мы постараемся объединить эти два мира, они магическим образом не станут единым целым. Это сложно, они разные. И именно поэтому нам так важно контролировать новое мышление и ценить это новое мышление. И это именно то, чем обладают стартапы. И даже хочу сказать больше, вам в каком-то смысле даже не нужны стартапы, потому что ваши собственные сотрудники могут стать предпринимателями и могут стать теми стартапами, которые вам нужны. Поэтому, если вы хотите работать со стартапами, сначала измените свой уровень мышления, свою систему мышления, и вот тогда-то это сотрудничество будет эффективным. И когда вы измените это мышление, вам больше не нужны даже будут стартапы, вы будете готовы развиваться самостоятельно. Итак, посмотрите на таблицу на слайде. мы видим то, что нам необходимо для инноваций. Это предприниматели стартапа и университетские лаборатории. И мы видим то, что мы получаем в результате вывода, в результате инноваций, человеческий капитал, стратегические вложения и финансовые вложения. Я совершенно уверен, что вы все большие профессионалы и во всем этом прекрасно разберетесь. и то, на чем я хочу сконцентрировать ваше внимание, нам необходимо сконцентрировать предпринимателей на человеческих вложениях. Мышление предпринимателя начинается внутри стартапа. Затем у нас могут появиться стратегии вложений от предпринимателей. И как только у нас все это будет, тогда мы сможем изменить мышление, выйти на рынок, и только тогда мы можем начать работу над стартапами. Если вы слишком рано сконцентрируетесь на стартапах, то вы не сможете сконцентрироваться и скооперироваться достаточно быстро для того, чтобы сохранить производительность на достаточно высоком уровне, потому что в крупных организациях это ведь достаточно сложно. Поэтому-то нам и важно не задушить стартапы в самом начале и делать все постепенно. порядок, в котором я предлагаю это делать, это порядок, в котором я сам чаще всего это делал, и он кажется наиболее эффективным. У вас могут быть инновации, вы можете высказываться о своих инновациях, можете предлагать их, но в итоге именно такой порядок кажется наиболее эффективным после того, как ты уже наделал достаточно ошибок. я хотел бы показать вам ключевое исследование практического семинара по идеям, где мы реализуем эти инновации в устоявшихся компаниях. Итак, таким образом, все уже достаточно установилось, существовало на рынке на протяжении долгого времени, и идея здесь в следующем. первый шаг это генерация идей сотрудникам. Таким образом, мы собираем сотрудников, которые собираются стать предпринимателями. Они остаются сотрудниками вашей организации, они получают зарплату, но они начинают разрабатывать идеи. Мы проводили такой семинар, и знаете, для определенных компаний очень хорошо пришелся брейнсторминг, другие методики, и некоторые сотрудники пришли с сотней, пришли к 150 различным идеям. И таким образом, сами сотрудники создают инновации для своей компании. Всего 153 индивидуальных идеи. Это все очень хорошо, но как нам составить их в приоритете? И каким образом мы распределим их, какую разрабатывать в первую очередь, какую методологию нам используют для этого? И из-за того, что эта методология работает на те идеи, которые уже есть сейчас, и также для новых проектов. И смысл этой методологии в том, что она работает для обеих категорий. На самом деле, есть только одна группа таких идей, вы их увидите на слайде. Итак, каждая отдельная идея была введена в эту таблицу. Здесь есть 150 строчек с идеями. И в первую очередь мы смотрим на то, насколько привлекательно каждой из этих идей, насколько привлекательно для этой компании внедрять эту идею. Затем мы смотрим на то, насколько это сложно вводить. И, конечно же, очень важным фактором является финансовая сторона, сколько прибыли принесет той или иной идеи. Может быть, нищий, который ничего не придет, или король, который в итоге окажется очень прибыльным для компании. Потом мы говорим о той прибыли, которую мы получим. Итак, если мы посмотрим на вторую матрицу, то мы говорим о том, что происходит, когда мы выставим эту идею на рынок, как ситуация изменится для нас. Ведь меняем не только мы, меняемся и мы сами. И какие именно изменения произойдут после того, как мы представляем новый продукт. Гораздо легче, когда вы сами что-то меняете, а не когда что-то заставляет меняться вас. Вы таким образом остаетесь на позиции того, кто контролирует всю ситуацию. Итак, мы посмотрим на то, как мы можем выставлять идеи по порядку в зависимости от того, насколько они приоритетны. Итак, это была наша матрица. Мы посмотрели, что с одной стороны, она достаточно сложная. Да, кстати, все идеи здесь несколько замазаны, потому что мы говорим про реальные идеи, про реальную матрицу, и здесь действительно все 150 идей. Вы видите те идеи, которые легкие, которые сложные, и в итоге у нас какие-то приносят мало прибыли, какие-то больше. Все это, опять-таки, располагается по определенным категориям, и в некоторых случаях предприниматели говорят, что я вижу потенциал вот в этой идее. Именно некоторые представители компании вводят информацию в эту таблицу. Это обычно менеджер, который понимает всю сложность внедрения той или иной идеи, и, к примеру, какой-то человек говорит, что я собираюсь создать новую удаленную систему, и мы говорим, что необходимо увидеть каждый шаг внедрения этой программы, чтобы понять, насколько сложно внедрить эту идею. И когда мы разделим эти две роли, человек, который говорит, что мы должны это все сделать, другой говорит, что это слишком сложно, это сделает процесс очень мощным. Итак, один из людей выходит с одной стороны, другой с другой, и они пытаются найти какие-то общие решения. Итак, давайте посмотрим на правую сторону матрицы. Итак, верхний угол, правая секция. Так, в этом случае сконцентрированы идеи, которые очень легкие для нас и имеют очень большое потенциальное количество прибыли, и мы должны концентрироваться именно на таких идеях, а если мы говорим о более сложных, трудоемких идеях, те, которые приносят меньше денег, мы можем игнорировать их, по крайней мере, сейчас и вернуться к ним попозже. Другой способ, как мы можем на все это посмотреть, это когда кто-то другой меняет условия на рынке. Мы помним, что случилось с кодеком, что будет, если мы будем адаптироваться под рынок, который меняется независимо от нас, какая будет у нас реакция на это, и когда кто-то действительно работает по этому сценарию, это несет определенные риски разрушений, и риск разрушений очень высок. В этой точке он достаточно низкий, может быть, и выше. Если мы говорим о случае с кодеком, то в некоторых случаях неправильно понимаются ряд понятий. Они думали, что все произойдет гораздо медленнее, но в итоге ситуация разилась по другому сценарию. Они думали, что фотографы всегда будут использовать камеру, всегда будут использовать пленку, и это такая игрушка, которую хотят иметь люди, и они недооценили условия, в которых они находились. Несмотря на большую базу ресурсов, они неправильно оценили ситуацию. изменения происходят в 5-10 лет, и разрушения произойдут и с вами, и с кем-то другим, с какими-то другими компаниями. Поэтому нам необходимо думать не просто о том, как мы можем изменить индустрию, но также, как может это сделать кто-то извне. и нам нужно контролировать ситуацию сразу с двух сторон. Мы должны одновременно делать и что-то защитить себя, и чтобы защитить свое производство и адаптироваться к рынку, и в то же время оценивать риски со стороны других компаний. Итак, 153 идеи. Очень даже неплохое число, согласитесь. И, конечно, не можем сказать, что это идеальное число, но что же мы можем начать делать для того, чтобы делать что-то еще более интересное? Если мы сможем объединить все это вместе, то мы сможем определить, то легко это или сложно для нас. Можем попробовать спрогнозировать, когда что-то произойдет с нами или с другой компанией через год или через 10 лет. На одной линии графики вы видите то, как вы осуществляете изменения, а на другой линии графики видите, как долго у вас это займет. И таким образом мы видим своеобразный график, а на фоне вы видите такие размытые наши реальные идеи. Я не буду говорить вам об этих идеях, но если мы говорим об этом графике, времени и о этих усилиях, которые вы прикладываете, то график становится очень интересным, потому что есть некоторые сферы, где у вас будет преимущество по сравнению с вашими конкурентами. И вот эта зона здесь, вверху влево, это означает, что в этой зоне для вас это будет легко, а для ваших соперников это будет сложно, поэтому вам нужно сконцентрироваться на этой сфере и находить идеи, которые вам будет легко реализовать внутри своей компании, легче, чем это сделают другие. именно на таких идеях вам и стоит фокусироваться, а с другой стороны, есть то, что для нас сложно сделать, но другие люди могут сделать это достаточно легко, и поэтому нам нужно защитить себя от этих рисков, потому что если люди начнут запускать такие продукты, это будут риски для наших продуктов, поэтому нужно сконцентрироваться на том, чтобы другие компании не делали то, что делаете вы, нужно быть уникальным, и поэтому понимаете, те люди, которые придумывают какие-то идеи раньше вас, они с большой долей вероятности смогут вас разрушить, поэтому нужно их контролировать, нужно следить, как, например, разрушили кодек, понимаете, кодек не контролировал все эти вещи, поэтому с ним произошло то, что произошло, и кодек недостаточно спрогнозировал изменения на рынке, а вы должны это делать. Итак, статистически важно проверять определенные сферы, и контролировать возникающие идеи, и понимать, какие угрозы представляют нам наши конкурирующие компании, и что мы можем с этим сделать. и что действительно интересно, это то, что у нас были стартапы, которые были представлены внутри нашей компании, это были сотрудники крупных компаний, они представили внутри компании свой проект, и им удалось продать свою идею внутри компании, и получили внутреннее финансирование для своей идеи, и они смогли проверить ее, осуществить такую техническую проверку в течение месяцев, и команда менеджмента сказала, что это прекрасно, и можете собственно работать с этим и дальше, затем такие люди получили ресурсы на еще один месяц, и то же самое может сработать для вас внутри ваших компаний, стоит прислушиваться к внутренним проектам от ваших сотрудников, потому что это может сработать для вас, и это может сработать в определенном количестве проектов. Я бы также хотел поговорить о том, что касается той темы, которая для меня очень важна, и это так называемая зона гениальности. Нам необходимо изменить компанию, нам нужно посмотреть, как компании могут изменить себя, и как они могут определить свою индивидуальность, как люди могут изменить себя, потому что люди это все кусочки маленького пазла, которые в итоге создают огромную компанию, и здесь есть четыре уровня знаний. Первый уровень знания это уровень некомпетентности, это значит, что я не знаю, как это сделать, например, мне сложно говорить по-русски, я вообще не понимаю, как это делать, это мой уровень некомпетентности, я некомпетентен в русском языке, и для меня это крайне сложно, поэтому я некомпетентен, совершенно очевидно, и другие люди могут делать это лучше, и, соответственно, я не смогу найти работу в качестве переводчика русского языка. Но следующий уровень знания это уровень компетентности, это значит, что я знаю, как это сделать, но другие люди тоже это знают, и в мире, в котором компетентность на очень высоком уровне, я могу не получить работу, потому что кто-то может делать это лучше меня. Так что на этом уровне мы вроде как ничего так работаем, но другие люди тоже об этом знают, и поэтому, скорее всего, мы работу не получим, а получит её кто-то другой. Есть следующий уровень, это уровень мастерства, это уровень, на котором я знаю, как работать лучше других, но это хорошо в самом начале, но это хорошо, пока у меня есть энергия это делать, а со временем я стану всё менее и менее мотивированным, менее счастливым, и в итоге всё это может привести к профессиональному выгоранию, потому что мне будет тяжело, мне будет скучно, мне будет хотеться попробовать чего-то другого, и это не тот способ, при котором мы можем получить хорошую работу. Проблема в том, что многие люди не понимают разницы между уровнем мастерства и уровень гениальности. Уровень гениальности – это тот уровень, на котором мне настолько легко это делать, что я думаю, что кто угодно справится с этой работой. То есть я понимаю, как передать информацию другим людям. Я обожаю свою работу, я могу поделиться своей энергией, я могу поделиться своим опытом, и сама работа даёт мне энергию, и я даже уснуть и не смогу вечером, настолько переполнен энергией. Например, знаете, когда я провожу семинары, вы настолько, моя аудитория, заряжаете меня энергией, что я вечером уснуть не могу. И я не просто лучше других, но мне также даёт эта энергия осмысленность моей деятельности. И я понимаю, что на своём уровне гениальности я становлюсь гораздо более востребованным на рынке. Меня хотят нанимать. И посмотрите, насколько эти два уровня отличаются друг от друга – мастерство и гениальность. И этот баланс мне удавалось сохранить в течение лет на уровне гениальности. Нам нужно, во-первых, понимать разницу между уровнями мастерства и гениальности, и также нам само осознание того, что мы лучше других людей, не даст нам энергию. Но нам необходимо проводить достаточно времени на нашем уровне мастерства. Когда мы попадаем в зону гениальности, время становится своеобразным флюидом, мы его не чувствуем. Я уже не знаю, если честно, сколько я времени здесь провёл. Мне настолько это интересно, настолько я люблю свою работу, я даже на телефон не смотрю. И на уровне гениальности и совершенства мы не обращаем иногда внимания на другие вещи. Можем ни есть, ни спать. И вот в этом-то и заключается уровень гениальности. У нас есть энергия во время, после работы, на дальнейшие проекты. И я, знаете ли, очень организованный человек, и я буду проводить эти семинары, потому что вот здесь я нахожусь на своём уровне гениальности. Это даёт мне чувство осмысленности, даёт мне энергию, даёт мне ощущение помощи другим людям, и это моя страсть, и мне хочется делать больше. И я хочу делать это снова. Я хочу постоянно этим заниматься. Я с нетерпением жду, когда я снова проведу семинар. Но это просто один пример касательно только меня. У нас у каждого есть своя сфера гениальности. Но вопрос лишь в том, как найти её. И нам нужно понять, кто мы, и достаточно ли времени мы тратим на то, что нам действительно нравится. Вопрос в том, что мы не должны работать бесплатно. Это своеобразный барьер. Гениальность – это здорово. И когда я нахожусь в своём уровне гениальности, у меня есть энергия. И в какой-то момент я начинаю верить, что у меня нет достаточно опыта и навыков, чтобы получать высокую зарплату. И когда мы так делаем, мы себя разрушаем. Я на самом деле в 3-4 раза более эффективен, когда я на своём уровне гениальности по сравнению с моим уровнем мастерства. И общество поощряет это и радуется этому. Но ни одна компания и ни одна организация не захочет использовать ресурсы в неэффективном ключе. Говорят, что быть гением – это просто слишком весело, чтобы за это ещё и деньги платили. Здесь есть картина, портрет Иоанна Кальвина. И я не уверен, что он имел именно это. Но он говорил о том, что необходимо страдать, чтобы душа была спастина, чтобы перейти потом в рай. То есть страдание – это неотъемлемая часть нашей жизни. Это то, что мы помним из кальвинизма. Я не уверен, что это то, что он имел в виду, но я думаю, что это очень связано с идеей гениальности, что если чем-то нравится заниматься, за это никому не должны платить. И действительно ли 9-часовые рабочие дни должны быть равны трудности, страдания? Я уверен в том, что работа должна приносить чувство удовлетворения. Третье, о чём я хочу сказать, это оправдание. Мы не понимаем, что жизнь проходит гораздо быстрее, чем мы можем это себе представить. Некоторые уходят с работы, их увольняют с поста менеджеров, и они должны найти какое-то новое место. И они осознают, что они делали в своей жизни то, что им на самом деле не нравилось. И очень важно это понимание на определённом моменте в карьере, понять, насколько тебе нравится то, что ты это делаешь. Я попрошу вас подумать, о чём думают люди, когда они умирают, каковы пожелания людей на смертном адре. О чём они желают, о чём они жалеют. Они остаются наедине с самим собой. Они смотрят на свою жизнь в ретроспективе. Они думают о том, что они хотели бы изменить свои жизни. И множество исследований показывают одно и то же. Есть три основных идеи. И я думаю, что каждый из нас понимает, о чём здесь идёт речь. Что это за три основные идеи, которые приходят в голову людям на смертном адре. Итак, третий или первый для нас – это «мне жаль, что у меня не хватило смелости выразить свои чувства». И на самом деле наша работа – это то место, где мы также должны выслушивать других, мы должны чувствовать эмпатию к другим. И когда мы можем установить такие отношения с нашими коллегами, мы можем это установить и с нашими клиентами. И в этом случае мы можем создать действительно хороший продукт, а не просто протискивать его на этот рынок. Следующее – это «мне жаль, что я работал так усердно». Вновь я повторюсь, что я не думаю, что работа должна быть страданием. Я думаю, что она должна приносить удовольствие, а ещё деньги. Я вышел на пенсию, и я это сделал так, что я каждый месяц получаю деньги за то, что я делал всю свою жизнь. Я общался с очень интересными людьми. Я ездил в командировки, путешествовал и также получал деньги за это. «Удовольствие было частью моей работы». И сейчас мы говорим об этом концепте. «Мне жаль, что я работал так усердно». Это опять-таки некий кальвинизм просвечивает в нас. И, наконец, первое, о чём думают люди – «хотел бы я жить жизнью верной мне, а не той, которую другие ожидали от меня?» Я хотел бы, чтобы у меня хватило смелости прожить жизнь так, как я сам этого хотел, а не так, как общество ждало от меня или от других. По-другими мы имеем в виду и общество, и наших коллег, и наших супругов. В любом случае, идея остаётся одной и той же. И главная идея в том, что мы иногда вынуждены отойти от того статуса, который мы составили под воздействием других, и пойти своей дорогой. Однако это утверждение, то, о чём жалеют люди на смертном Андрею, так или иначе связаны с нашим уровнем гениальности. Поскольку, когда мы максимизируем нашу, так называемую, гениальность, мы можем получать больше удовольствия от процесса, и мы будем притягивать людей, которые будут заряжены теми же самыми мыслями, эмоциями. И таким образом, я хотел бы также дать вам некий инструмент для диагностики зон гениальности. Вы сможете его потом загрузить. Это инструмент для изучения себя. Это тот инструмент, который вы сможете использовать в своей компании. И он полезен для многих сфер, для слияния поглощения, для работы с инновациями. Этот инструмент очень индивидуален. То есть вы можете поделиться с друзьями и заниматься этим не на уровне работы, а на уже индивидуальном уровне. Необходимо использовать этот инструмент на протяжении целой недели. Каждый час вы помечаете цветами, сколько времени вы тратите на своём уровне гениальности, сколько на уровне мастерства, на уровне компетенции и так далее. То есть вы всё распределяете по цветам. И также записываете, сколько у вас энергии, что даёт вам эту энергию. В этом состоит, собственно, идея этого инструмента. И таким образом я советую вам пройти этот тест и попросту загрузить его по этой ссылке и создать некую пропорцию к концу каждой недели и в соответствии с результатами вносить изменения. Достаточно ли времени вы проводите на своём уровне гениальности? Я хочу, чтобы вы задались этим вопросом. Мы подумали над этим, когда мы завершим нашу презентацию. Вам нужно будет, конечно, использовать инструмент, который я вам предоставил. Я, знаете, готов продолжить с вами этот диалог. У вас есть маконтактная информация. Я благодарю вас за внимание. Я понимаю, что это были три тяжёлых дня, но для меня было настоящим удовольствием работать с вами. И я думаю, что мы сможем провести некоторые мастер-классы по этой теме. Если вам интересно, я благодарю вас. Это было огромное удовольствие. Перфекто.